здравствуйте друзья позади у нас школа тестеров а сейчас 11 часов 33 минуты понедельник и у меня такой денек для выходного выдался непростой то есть выходной это не значит что я вообще не прихожу хотя могу и не прийти тут но выходной это значит что мне не назначают никаких обойтментов я подчищаю хвосты которые там образуются кроме того несмотря на то что это выходной приходит довольно много людей там с разными делами кому там письмо кому счет подписать кому что-то рассказать там я не знаю все время что такое происходит и сегодня например у меня была задача с утречка закончить с резюме для онлайн нового класса который только что вот прошел так у меня был там должок небольшой ночи его сегодня ликвидировал потом у меня в 6 6 часов 6 до 7 у меня был мой онлайновый класс а потом что получилось новый который начался а потом здесь с 9 до 11 я доучивал вторую половину там класса одного потому что педагог у нее день рождения у ребенка вот она до девяти доучила там побежала по своим делам а значит я уже доучивал там job search до поиск работы хорошая группа такая симпатично они мне понравились так вот скоро видно уже там заканчивается у них что-то поэтому они уже вот в этой стадии и видно что такие соображают и мотивированные и тест хорошо написали в общем так для вечерней группы на самом деле это большая редкость потому что люди усталые после работы многие вечерние группы обычно не такие заводные и полной энергии как например утренние но вот это было очень классно мне по ним не очень понравилось вот что еще сказать у нас сегодня онлайновый урок был третьим то есть последним когда они должны определиться значит остаются они или нет я применил хитрость некоторую и не дожидаясь конца урока я еще со вчера с вечера написал что те кто уже решился пусть тогда значит там оплачивают и я должен же перевести всех из одной скайп-группы в другую те что деньги заплатил есть группа для тех кто пришел послушать есть группа для тех кто будет продолжать поэтому если я начал бы этим заниматься вот допустим с 7 вечера то у меня мало времени бы осталось и завтра у меня день был просто был убитый на это все вот а так я все-таки немножко так размазал во времени и вот я сейчас еду у меня там человек за 40 там 45 46 уже оплативших и там наверное еще столько же будет завтра но завтра у меня будет в общем там до пяти часов чтобы с ними со всеми там административно разбираться переводить там на вопросы отвечать там еще что-то такое делать так что я немножко так облегчил свою жизнь на завтра ну что еще сказать понедельник такой день знаете хоть и без аппоитментов но все равно как-то надо переключиться с выходных на выходных вот воскресенье я совершенно неожиданно оказался на мероприятии музыкальном мы вообще небольшие ходоки по русским музыкальным тусовкам они есть и музыкальные есть и театральные есть и люди которые там значит увлекаются у них много возможностей вот а тут значит знакомый хороший прислал значит и мы пошли там получается такая штука что там два организатора значит один организатор женщина у нее муж там когда-то со светой вместе работал многом лет 20 лет назад начинал потом у нас преподавал вот другой организатор у него жена у нас училась ну то есть как бы свои совершенно ребята больше того вот те три человека которые там выступали вы может быть те кто посмотрел те знают те кто не посмотрел не знают там один играл пианист был такой потом скрипач оба но просто невероятная знать когда в двух метрах от тебя люди сидят такое вытворяют это конечно совершенно невероятное зрелище то не то что ты вот из там зала какой-то концертного смотришь и они на расстоянии это прямо вот так вот перед тобой и там читала стихи и мелоди кламировала значит тоже студентка моя бывшая людмила она вообще-то в киеве в театре работала актриса профессионально но когда вот попала уже в эмиграцию значит стала тестером вот и там какое-то количество лет она проработала сейчас в музыкальной школе работает но вот было было тестером сколько-то лет вот и тоже было приятно и увидеть мы так все обрадовались там сколько-то бывших студентов я повстречал ну в общем много знакомых лиц но дело даже не в этом дело в том что я вот смотрю что этого скрипача как ну пусть и скрипач с пианистом но там как они отжигали никто там толком не посмотрел мало просмотров вы не представляете что это за зрелище там сначала людмила читает в виде стихотворения у вертинского есть такая значит песня называется концерт сарасоты и она ее читает как стих она читает вертинского и дальше вот значит пианист со скрипачом значит отжигают там такие цыганские фантазии и это просто ну ну но невероятно вот я там раза три если бы не камера я подпрыгнул бы на стуле но поскольку была камера то я уже держался в рамках вот так что мне даже трудно было поаплодировать этом чуть слезу не пускал на этой почве очень советую очень советую посмотреть вот это вот вот этот вот концерт сарасоты там не так много времени это занимает но потрясающе так что я был сильно под впечатлением то есть когда такого уровня людей ты видишь вот они прямо так вот рядышком стоят это конечно невероятное впечатление вот а так в целом было так мило эта школа музыкальная и там был этот был этот вечер и я собственно вот поснимал немножко такой тело маленький репортажик ну ну что там я мог то есть у меня было отснято раз в десять наверно больше но я тут кусочек там кусочек здесь кусочек тоже мне не хотелось такой концерт целый записывать это было бы чересчур вот а так немножечко тут и там там к сожалению еще что получалось что я бы сказал когда голос шел вместе с музыкой а там были такие места очень красивая шла мелодик ломаться слабовато микрофон как-то я не знаю что то там мне не хватало звука от микрофона поэтому когда ты так сидишь так ничего допустим на запись это вы бы там напряглись очень сильно это все слушать поэтому я так маленькими кусочками нарезал просто чтобы было впечатление потому что я знаю что среди наших зрителей ну может быть немного но все равно есть люди которые увлекаются искусством культурой там музыкой живописью там зачем еще вот и для них важно вот важно понимать что когда ты оказываешься вот в эмиграции где-то да что это все есть что она рядом она на самом деле гораздо более доступна чем дома не количественно скажем когда ты в москве живешь да ты можешь каждый день ходить там хороший театр и в общем эти на долг тебя надолго хватит вот не в этом смысле а в том смысле что вот здесь артисты сами выступающие они гораздо ближе и гораздо доступнее зрителей чем вот там когда ты сидишь в больших залах и они там где-то далеко от если вот прямо рядом это может быть часто в очень неформальной обстановке такой вот вы видели там маленькие до залы где я снимал там и шендеровича и там дмитрия быкова такие небольшие такие камерные помещения в этом что-то есть безусловно какой-то элемент добавляется такой вот приятный так что я под впечатлением я сегодня даже еще пару раз послушал и сотрудникам там тоже порекомендовал они посмотрели в общем к сожалению у нас на канале некоторые вещи которые мне хочется показать они не пользуются особой популярностью в сравнении там с другими допустим когда там какая-то музыка играет или там я не знаю картинная галерея вот ну как-то не идет у нас вот хотя бы хорошо идут open house и уже хорошо мы тоже вот сходили посмотрели дом за 7 с половиной миллионов и надо сказать что дома за 7 с половиной миллионов это не то что мы обычно ходим смотреть просто тут вдруг светлана обнаружила мы думаем ну действительно пойдем покажем ребятам потому что мы такого еще не показывали да и самим тоже интересно знать как бывает пойдем посмотрим вот как чего значит четыре года назад это же самое продалось на 2 миллиона дешевле они же и купили да вот эти люди они купили это на 2 миллиона дешевле чем сейчас там кто-то в комментариях говорил что они за это время на полтора миллиона сделали лэндскейпинг нет лэндскейпинг там был то есть может они что-то и подделали конечно но в основном все что там есть это и в том состоянии в котором было когда они покупали они там почти не жили что там делать вот так что этот дом фактически пустой простоял и там раз год приезжают на парнили такая вот история в общем увидев что они могут пару миллионов заработать они решили заработать пару миллионов и построить другой дом более большой то лица вот такие наши пироги ну не знаю что у нас там впереди у нас вообще планирование сюжетов особо нету там вот пришел человек мы с ним поговорили начни пришел там с другим поговорили ну вот значит будем ждать новых сюжетов и у нас сейчас группа full time началась я думаю так немножко освоится может быть мы с кем-то из ребят тоже поснимаем поговорим как там им живется счастливо